Добрый день! Современные аспекты хирургического лечения опухоли тимуса. Пару слов об анатомии. Вилочковая железа расположена в переднем средостении. Верхней границей является щитовидная железа, югулярная вырезка, передняя граница грудина, задняя это брахиоцефальная вена, дуга аорты, нижний край расположен на уровне хряща четвертого ребра. Вилочковая железа состоит из двух долей. Каждая имеет верхний и нижний рог, посередине перемычка или небольшая третья доля. Имеет дольчатое строение. Что интересно, про пути лимфооттока. Тимус не имеет афферентных лимфатических сосудов, но имеет исходящие эфферентные. Три группы. Это верхние лимфатические сосуды, которые дренируются во внутренние рюмные и передние средостенные лимфоузлы. Передние, которые дренируются в простернальные лимфоузлы. И задние, впадающие в трахеобронхиальные лимфоузлы. Пару слов об истории. С 1684 года анатомические рисунки. С конца XIX века первое описание вилочковой железы. И в 1900 году предложено называть опухоли вилочковой железы тимумами. Тимума крайне редкое заболевание. Как уже говорилось, до 25% всех опухолей средостений. И 50% на образование переднего средостения. Средний возраст колеблется при тимумах от 35 до 70 лет. В случае миостенического синдрома, как правило, это больные моложе. Половая принадлежность невыражена. Опять-таки, есть отличия в группе с миостеническим синдромом. Там преобладают женщины более молодые. Пару слов о миостении. Приблизительно, потому что это имеет клиническое значение. Приблизительно от 30 до 50 пациентов страдают миостенией. Это утоиммунное заболевание прогрессирующее. Также следует понимать, что есть отдельно более злокачественная опухоль тимуса, рак тимуса. Которая чаще метастазирует в регионарные и вне грудные области. И имеет более худший прогноз. При этом миостения практически не встречается. Разброс по возрасту больше. Показатели выживаемости хуже. И также варьируются от стадии. О классификациях рассказывали. ТНМ-8, насколько я понимаю, официально у нас не принято. ВОЗ классификация пересмотра 2015 год. Последняя, не все об этом знают. В Масаоке, классификация Масаоке также актуальна. На слайде приведен список руководств, которыми мы можем принимать во внимание рекомендации руководства по лечению тимума. Это российские рекомендации 2014 года. Рекомендации русская имеет отношение только к нейроэндокринам опухоли тимуса. Рекомендации ЭСМА, НССН и международной группы по изучению опухоли тимуса. Есть отличия, что касается российских рекомендаций 2014 года. Для морфологической диагностики здесь рекомендуют брухоскопию, трансбронхиальную пункцию, трансторакальную, присколенную биопсию, медиастеноскопию, парастернальную, торокотомию, видеотеркоскопию. Здесь есть упоминание о доброкачественных тимумах. В других современных руководствах рекомендуется избегать такого термина. При этом рекомендуется функционная аспирационная биопсия. Пару слов о хирургическом компоненте. Обязательным условием является удаление, полное удаление, включая окружающую клетчатку, лимфатические узлы и ножки опухоли. Необходимо удалять всю клетчатку с региональными лимфоузлами. Оправданы комбинированные резекции. Как правило, выполняются резекции смежных органов, в первую очередь перикарда, диафрагмального нерва, сосудов с пластикой, резекции легкого. Рекомендуется удаление локализованных метастазов с последующим лечением необходимости дополнительных методов лечения. Что касается рекомендаций русской, они относятся к нейроэндокринным опухолям. Однако подход, сходный подход к лечению, при котором рекомендуется при локализованной опухоли, в первую очередь резекция, при местно распространенных и вообще резектабельных опухолях, также рекомендуется в первую очередь резекция, если она возможна. При наличии отдаленных метастазов, если они резектабельны, так что возможно выполнение резекции печени. Рекомендации ЭСМА несколько отличаются от российских рекомендаций. При этом далеко не всегда предварительная биопсия необходима. Если мы можем заподозрить при лучевой диагностике именно ТИМОМу, возможно резекция без верификации. То есть даже она не то что возможна, она рекомендуется. Во всех других случаях, если мы подозреваем что-то другое, у нас есть сомнения, необходима рекомендация. В первую очередь рекомендуется черезкожная трепан-биопсия, если она возможна, медиастенотомия и миниторакотомия. Тонкая гульно-аспирационная биопсия не рекомендуется. Что касается и хирургического компонента, рекомендуется удалять весь стимул, включая опухоль и окружающую жировую клетчатку. Также рекомендуется комбинированная резекция. На слайде приведены частота миостанического синдрома в зависимости от различных типов ТИМОМы по классификации. ВОЗ, МОСАОКИ и ВОЗ. Что касается модного направления минимальной инвазивной хирургии, она может быть методом выбора при первой и второй стадии. Однако не должны быть скомпрометированы онкологические принципы. Не рекомендуется при третьей стадии, так как нет результатов отдаленных исследований по выживаемости. Рекомендуется плановое удаление при всех резекциях медиастинальных и передних шейных лимфатических узлов. Систематическая лимфодисекция при третьей и четвертой стадии. При карциномии, при раке тимуса максимально возможна лимфодисекция. При четвертой, хирургическое лечение не рекомендуется исключительно при четвертой бета-стадии, рекомендуется химиотерапия. Однако, если в ходе лечения опухоль становится резектабельной, то, возможно, хирургия с дополнительными методами лечения. Следующее руководство, руководство НССН. Также есть свои особенности. Перед любой хирургической процедурой рекомендуется тщательное обследование с определением антителок от стилен-холинового рецептора. Чтобы избежать дыхательной недостаточности. Местная распространенная стадия должна быть обсуждена междисциплинарной командой. Также не рекомендуется биопсия при выявлении резектабельной тимомы. Не рекомендуется трансплеуральная биопсия и тонкоигольная аспирационная биопсия. Только полная тимоктомия, полное хирургическое исчечение и резекция всех участков жировой клетчатки. При необходимости удаление метастазов локализованных, смежных структур. Не рекомендуется двусторонняя резекция диафрагмального нерва по понятным причинам. И отсылка к лучевым методам лечения. При скомпрометированных краях резекции, при подозрении на наличие остаточной опухоли, устанавливаются металлические клипсы. Что касается выживаемости, по данным НССН, при тимомах 1-2 стадии 10-летняя выживаемость при радикальном лечении составляет около 90%. Приведены данные, сравнивающие минимально инвазивные подходы. Они сопоставимы с классическим доступом и имеют некоторые преимущества. Некоторые алгоритмы, в которых описано, что если мы подозреваем при лучевых методах диагностики именно тимому, то можно сразу начинать с хирургической резекции. Что касается непосредственно хирургических доступов, применялась трансцервикальная тимоктомия, применяется к лактомия писал Масаоке, классическая стернотомия. Резекции легочной ткани при комбинированных резекциях, если требуется, могут быть максимальны, то есть вплоть до пневмоноктомии. Также не рекомендуется пересечение двух диафрагмальных нервов. Возможно выполнение аппликации диафрагмы. Что касается резекции верхней полой вены, при инвазии менее 1,3 диаметра может быть выполнена тангенциальная краевая резекция. Если более 1,3, то циркулярная резекция верхней полой вены с протезированием. В случае обнаружения метастазов по плевре, выполняется плевректомия. Что касается лимфодисекции, международная группа по изучению тимомы рекомендует выполнять систематическую лимфодисекцию в области переднего средостения. И то, что называется сэмплингом внутригрудных лимфатических узлов при тимоме до третьей стадии, при карциноме тимуса включается в области лимфодисекции надключичные и нижние шейные лимфоузлы. Так выглядит субксифоидальный доступ. Он может быть выполнен роботически или видеотуракоскопически. По последним метаанализам роботические операции имеют, по словам авторов, некоторые преимущества. Технически в основном избегается тремор, сокращается пребывание в больнице. То есть, однако экономическая составляющая под вопросом. На слайде приведены классические данные при метаанализе при классическом доступе по выживаемости, который зависит непосредственно от радикальности хирургического лечения. То есть, чем более полное удаление клетчатки выполнят, тем лучше выживаемость. И в таблице ниже приведены пока единичные результаты исследований по выживаемости при использовании минимально инвазивных технологий. Что касается опыта МИДС-онкологии, выполнено вмешательство на органах средостейния 386, лечебных операций по поводу тимомы, карциномы тимуса 51, минимальный инвазив на 26, стерно-туракотомия 15, туракотомия 16, средний койкодень 18 дней. Нужно учитывать, что данные приведены с 2000 года, когда в срок госпитализации включалась еще лучевая терапия. Койкодень в реанимации средний 1,5 дня, средний объем кровопотери 280, летальности не было, 3 больных с осложнениями, 2 кровотечения и 1 больной с миостаническим кризом. Морфологически преобладала тимома, карциной тимуса в 5 случаях, плоскоклеточный рак в 3 случаях, нейроэндокринная, нейроэндокринная опухоль встречались в 3 случаях и низкодифференцированные опухоли тимуса 6. Вместо нее выявлено у 9 пациентов. Ну и несколько клинических примеров операции, которые были выполнены в нашем учреждении. Мужчина 53-х лет с атибичной карциной вилочкой железы. В 2014 году была выполнена стернотомия, удаление опухоли средостений, верхняя лубоктомия, то есть комбинированная резекция, резекция перикарда. В сентябре 2016 года прогрессирование, назначена химиотерапия в метрономном режиме и на апрель 2018 года выявлена стабилизация. Мужчина 27 лет, атипичный карциной тимуса. В 2014 году выполнена верхняя срединная стернотомия, удаление опухолевых изменений из средостения, опухолевых массы средостения с надключительной лимфодисекцией слева. Прогрессирование, выполнено повторное хирургическое вмешательство, то, о чем есть упоминание в рекомендациях. В 2018 году выполнена верхняя пластическая лубоктомия справа с резекцией перикарда, лимфодисекцией и изолированная гипертемическая химиоперфузия плевральной полости. Это имеет значение, особенно если учитывать, что больной выявлено забавление в 2012 году. Это несколько интероперационных фотографий. Так выглядит средостение после удаления тимуса, клетчатки, лимфодисекции, то есть видны эскеретированные сосуды переднего средостения, чечное переднее средостение. Женщина 44-х лет, тимома Б2, выполнена в видеотрокоскопии удаления новообразования средостения. По данным 2019 года, без рецидива прогрессирования. Женщина 61-го года, тимома ААБ, значимых размеров, в 2016 году выполнена трокотомия удаления образования переднего средостения. Мужчина 21-го года, тимома ААБ, в 2016 году выполнена в видеотрокоскопии удаления новообразования переднего средостения. Мужчина 47-ми лет, тимома Б2, состояние после двух курсов полихимиотерапии, достигнута стабилизация в 2016 году, выполнена трокотомия удаления опухоли переднего средостения, резекция верхней доли правого легкого, спротезение правой брахиоцефальной вены. Женщина 42-х лет, тимома Б2, синдром с давлением верхней полой вены, в 2016 году выполнена стернотомия с удалением опухоли переднего средостения, с резекцией протезирования верхней полой вены. Мужчина 68-ми лет, тимома Б2, с давлением верхней полой вены, в 2016 году выполнена стернотуракотомия, удаление опухоли средостения, резекция верхней полой вены с протезированием левой брахиоцефальной и операция дополненная верхней лобоктомии справа. Выполнена лучевая терапия на ложе опухоли. В мае 2019 года, в феврале 2018 года, выявлен очаг в печени, без верификации, проведена стереотоксическая лучевая терапия этого очага и по данным мая 2019 года, без прогрессирования. Интероперационное фото, выделена клетчатка переднего средостения на левой фотографии и протез верхней полой вены, протезирование левого брахиоцефальной вены. Так это выглядело по данным КТ в августе 2019 года. Мужчина 68 лет, рактимуса, плоскоклеточный, выполнена видеотуракоскопия справа, попытка мобилизации опухоли, возникла необходимость конверсии. В конверсии удаление выполнено опухоли с атипичной резекцией третьего сегмента право-легкого и краевой резекцией левой брахиоцефальной вены. Женщина 48 лет, с длительным анамнезом с 2004 года по поводу ТИМОМа B1, хирургические вмешательства, лучевая терапия, выполнялась метастазоктомия париетальной плевры, аппликации. В 2017 году в нашем учреждении выполнена риторакотомия слева, метастазоктомия с гипертермической химией, перфузией плевральной полости. В сентябре 2019 года рецидив ТИМОМа. Мужчина, страдающий атипичным карциноидом, в 2011 году было выполнено вмешательство стернотомия, удаление опухоли с резекцией верхней полой вены, краевой резекцией верхней доли право-легкого прогрессирования. В 2013 году повторное оперативное вмешательство в объеме удаления метастазов из право-легкого, метастазоктомии по плевре, гипертемической химиоперфузии правой плевральной полости. Однако, несмотря на все старания, в 2014 году все-таки опять прогрессирование заболевания. Интероперационное фото с протезированием двумя протезами верхней половины брахиоцефанфиума и препарат. Женщина 59 лет. К вопросу необходимости адекватной предоперационной биопсии или морфологического исследования пациентка попала в учреждение уже после 6 циклов химиотерапии по поводу солитарно-фиброзной опухоли. Однако, после хирургического вмешательства выяснилось, что это тимума типа АБ. И к вопросу лучевой диагностики пациентка с микротимомой, однако с явлениями миостыней, по данным КТ, незначительная гиперплазия неизмененного тимуса была описана. Однако, при гистологическом исследовании выявлена микроскопическая тимума 0,2 мм в наибольшем измерении. Все, спасибо. Спасибо большое за такое исчерпывающее сообщение. Может быть, вопросы возникли? Вопрос. Насколько допустимо в наших условиях планирование хирургического лечения без биопсии? Какие аргументы должны быть отражены в истории болезни? Наверное, адекватное заключение лучевого диагноста и доверие к нему прежде всего. То есть, если вы ориентируетесь на это заключение. С учетом того, что эти признаки по данной лучевой диагностике могут быть зачастую не специфичными, и, допустим, зачастую очень сложно дифференцировать тимума, это или лимфома, или герминогена опухоли. Что в этом случае делать? Если с точки зрения биопсии, тотальной биопсии, если мы это можем убрать, ну, мне кажется, тут основное противопоказание только в случае лимфомы, наверное. То есть, все-таки стоит стремиться выполнить биопсию, если есть сомнения? Ну, и есть четкие признаки, то есть, которые описаны в руководстве, наверное, на которые в определенных ситуациях, там, в большей части мы можем ориентироваться. То есть, образование имеет капсулы, опухолевая масса не выходит за пределы капсулы, ну, и предельно допустимые размеры какие-то, то есть, на них мы можем ориентироваться. Ну, и, возможно, клиническая картина, да? В том числе, миостанический синдром тоже, да. Если есть миостанический синдром, то и он подтвержден при осмотре неврологом, подтвержден лабораторно, подтвержден инструментально, то мы можем думать о этим ОМИ, и тогда готовиться к резекции, то есть, в первую очередь. Роман Иванович, а можно еще вопрос задать? Скажите, имеет ли место ацетуредуктивные операции? И были ли на Вашем опыте операции такие, ацетуредуктивные, как дебалкинг, да, то есть удаление большей опухолевой массы, ну, например, для улучшения проведения лучевой терапии? Ну, так и мой опыт, это опыт отделения, то есть, ну, как мы видим, в опыте отделения такие операции присутствуют, то есть, когда повторное вмешательство, там, 4 пациента перенесли по 3 оперативных вмешательствах, и, по сути дела, это уже было лечение метастатической опухоли, и с резекцией диафрагмы, то есть, такие... С плевректомией. Да, плевректомия. То есть, такие операции имели место быть, они имеют место быть, и в современных рекомендациях, то есть, если опухоль резектабельна, и мы можем выполнить редуктивное оперативное вмешательство, то имеет смысл, да. Спасибо. 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 Спасибо.